Привет, перед просмотром, подпишись на канал и поставь лайк. У толстянки множество названий, красула овальная, медвежье ушко, денежное дерево. Наверное, многие слышали, что по фэншуй, это растение способно притягивать успех, богатство и благополучие. Но мало кому известны целебные свойства толстянки. Считается, что денежное дерево является своего рода индикатором состояния здоровья людей, живущих в доме. Оно словно впитывает негативную энергию из больного человека и начинает чахнуть. Но как только человек выздоравливает, здоровый вид возвращается и к толстянке. Словом, даже на энергетическом уровне это удивительное растение тесно связано с человеком. В народной медицине широко применяют сок листьев толстянки и приготовленную из них кашицу. Это обусловлено содержанием флавонидов, противовирусными, противовоспалительными и бактерицидными свойствами растения. По силе своих лечебных свойств с денежным деревом может соперничать только другой известный зеленый доктор Алоэ Вера. Хотя толстянка и зарекомендовала себя в качестве натурального лекарственного препарата, использовать ее стоит преимущественно наружно и с долей осторожности. Причина – способность суккулентов из рода крысула накапливать мышьяк. Впрочем, комнатным растеньям, растущим на бедной мышьяком почве, это относится в меньшей мере, чем к их диким сородичам, обитающим в Южной Африке. Мозоли. Листочки денежного дерева прикладывают к мозолям. Кстати, мозольник – это еще одно народное название толстянки. С листочков нужно предварительно снять верхнюю прозрачную пленку. Затем приложить его к мозоли, зафиксировать пластырем и оставить на ночь. Прикладывают разрезанные листья денежного дерева к обожженным местам, но только в том случае, если ожог не очень сильный и без волдырей. Ушибы, порезы, царапины. Сделай из листьев толстянки кашицу, приложи ее к поврежденному участку кожи и закрепи бинтом. Меняй повязку по мере высыхания кашицы, через 2-3 часа. Герпес на губах. Соком толстянки лечит герпес на губах. Для этого из вымытых листочков необходимо отжать сок и каждые полчаса смазывать им ранку. Или же пропитать соком ватный тампон и закрепить его на пораженном месте медицинским пластырем. Артрит. При воспалении суставов используй только свежевыжатый сок толстянки в чистом виде. Втирать его необходимо только в проблемные зоны один раз в сутки в течение месяца. Укусы насекомых. Места укусов насекомых 4 раза в день смазывают соком листьев денежного дерева. Это способствует скорейшему заживлению и снимает воспаление. Акне. Благодаря антисептическим и противовоспалительным свойствам, толстянка помогает избавиться и от этой неприятной проблемы. Если прыщи только появились, и они небольшие, то достаточно будет протереть проблемные участки свежевыжатым соком денежного дерева. С угрями побольше справится кашица из листьев, которую нужно приложить на ночь. Противопоказания. Несмотря на все положительные свойства толстянки, ее применение имеет свои противопоказания. Настой и сок денежного дерева не рекомендуется применять беременным, женщинам в период кормления грудью и детям, которым не исполнилось 12 лет. При правильном использовании толстянка будет не только украшением квартиры, но и принесет невероятную пользу. Главное – соблюдать рекомендации при изготовлении смесей, а также учитывать противопоказания. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...